Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задача 839. Нам дан выпуклый четырёхугольник ABCD. Начертим произвольный четырёхугольник выпуклый. И, как сказано в условии, на его сторонах ABCD отмечены точки K и M. Эти точки середины сторон ABCD. Отметим точку K, точку M. Дальше в условии сказано, что проведены соединенные отрезки KD, KC, MA и MB. И нам нужно доказать, что площадь четырёхугольника заключённого между этими отрезками. Это четырёхугольник KPMN. Так вот, площадь этого KPMN равна сумме площадей треугольника. Треугольников, прилежащих к сторонам AD и BC. К стороне AD прилежит треугольник AMD и плюс площадь треугольника BPC. Этот треугольник прилежит к стороне BC. Ну и первое, что мы сделаем. Мы продлим сторону AB и из вершин C, M и D опустим перпендикуляры на прямую AB. CC1, MM1 и DD1. И ещё проведём одну прямую через вершину M. Мы проведём прямую перпендикулярную MM1. И тогда продлим ещё сторону CC1. Это прямая. Если мы обозначим точки пересечения её с CC1 и DD1 как X и Y. Вот, Y – это пересечение красных линий. То эта прямая XY будет перпендикулярна также CC1 и также будет перпендикулярна и DD1. поскольку CC1, MM1 и DD1 – это перпендикуляры к одной и той же прямой. И тогда у нас получились два треугольника. И вот мы рассмотрим треугольники. CXM и треугольник YMD. Эти треугольники прямоугольные. И в них CM и MD – гипотенузы. И они равны точке M, середина CD по условию. И также в них равны вертикальные углы. Таким образом, два прямоугольных треугольника равны по гипотенузе и острому углу. Из равенства треугольников следует равенство катетов, лежащих напротив равных углов. Катет CX1 треугольника равен катету YD2 треугольника. А теперь мы рассмотрим площади треугольников. Начнем с треугольника KBC. Если взять в этом треугольнике за основание сторону KB, то тогда высота – это будет высота, проведенная и с вершины C, прямой, содержащей сторону KB. То есть это как раз и будет CC1. Теперь площадь треугольника АКD. Если за основание взять сторону АК, то тогда за высоту нужно взять перпендикуляр, проведенный из вершины D, напрямую, содержащую АК. Это перпендикуляр DD1. и площадь еще одного треугольника, треугольника АБМ. Если взять АБ за основание, то тогда высота будет ММ1. Ну и это равно. Поскольку АБ делится на два равных отрезка АК и КБ, то тогда вместо АБ можно записать 2КБ. Если мы так запишем, то двойки сократятся, и у нас останется КБ умножить на ММ1. А теперь найдем, чему равна сумма площадей двух треугольников. Треугольника КБЦ и плюс треугольник АКД. Площадь КБЦ. 1, 2 КБ. А вместо CC1 мы выразим CC1 через ММ1. Поскольку все перпендикуляры CC1, ММ1 и DD1 образуют два прямоугольника М1С1СХМ и Д1М1МУ. В этих прямоугольниках противоположные стороны равны. То есть CC1Х равно М1М. И тогда CC1 можно записать как ММ1 минус отрезок СХ плюс 1, 2. Это площадь треугольника АКД. АК равно КБ. Тогда мы вместо АК запишем КБ. А вот теперь вместо DD1. Глядя на чертеж, мы можем сказать, что DD1 равно ММ1 плюс отрезок YD. Так и запишем. ММ1 плюс отрезок YD. И это будет равно 1, 2 КБ вынесем за скобку. А в скобках у нас ММ1 минус СХ плюс ММ1 и плюс YD. Но YD равно СХ. Значит, пишем СХ минус СХ плюс СХ сократится. И тогда у нас будет 2ММ1. И если мы двойки сократим, то у нас будет в конечном итоге будет КБ умножить на ММ1. И вот теперь, если мы смотрим вот эти выражения для площади АБМ и суммы площадей КБЦ и АКД, то мы тогда можем записать, что площадь треугольника АБМ равна сумме площадей треугольника КБЦ и плюс площадь треугольника АКД. А вот теперь, глядя на чертеж, мы можем представить площадь треугольника АБМ как сумму площадей. Площадь КПМН нашего треугольника и плюс площадь треугольника БПК и плюс площадь треугольника КНА. А площадь треугольника КБЦ мы можем представить как сумму площадей БПЦ треугольника и плюс площадь треугольника БПК. А площадь АКД треугольника можно представить как сумму площади треугольника АНД и плюс площадь КНА. А вот теперь сравним эти выражения. Таким образом подставим выражения, которые у нас получились. То есть вот это равенство. И у нас получится площадь КПМН плюс площадь БПК плюс площадь КНА равно сумме площадь БПС плюс БПК и плюс площадь АНД и плюс площадь КНА. Площадь КНА слева и площадь КНА справа можно сократить. Площадь БПК справа и площадь БПК слева можно сократить. И тогда у нас останется площадь КПМН равна сумме площадей БПС и плюс площадь АНД, что и требовалось доказать. Если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных задач на нашем сайте. Если у вас появились вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.